Polaroid Supercolor 635CL и Polaroid 636 Close-Up Фотоаппараты одноступенного фотопроцесса, выпускающиеся по лицензии фирмы Polaroid в СССР и в России на совместном предприятии Светозор, Москва с 1989 по 1999 годы. Советско-американское предприятие зарегистрировано в июле 1989 года. Было сформировано по инициативе вице-президента АНССР Евгения Велихова на основе производства Министерства атомной энергетики и промышленности СССР. Комплектующие выпускались на оборонных предприятиях Советского Союза и Российской Федерации. Фотоаппараты Polaroid Supercolor 635 и Polaroid 636 Close-Up конструктивных различий не имеют, отличаются только формой корпуса. Фотоаппараты предназначенного для широкого круга людей, простота в эксплуатации позволяет получать снимки, даже не зная теоретических основ фотографии. Привлекательной чертой этих аппаратов являлась ненужность лабораторной обработки фотопленки, фотопечати и работы с фотобумагой, а также возможность немедленно получить после съемки готовую цветную фотографию. Тип применяемого фотоматериала это светочувствительный фотоматериал одноступенного фотопроцесса 600 серии Polaroid 600 Film, специальных одноразовых кассетах. Оригинальная кассета рассчитана на получение 10 цветных фотографий, а современные 8, с размером кадра 78 на 79 миллиметров. Что самое интересное, лабораторная обработка не требуется, проявление начинается сразу после экспонирования фотоаппарат и заканчивается уже на свету через несколько минут после извлечения снимка из аппарата. Фотокарточка на фотоматериале Polaroid 600 Film выглядит как цветное позитивное изображение между тонкими и гибкими пластмассовыми листами, заключенными в рамку из тонкого картона. В картонной рамке также содержится проявляющая паста в герметичной капсуле. Корпус из ударопрочной пластмассы со встроенной фотовспышкой на поворотном кронштейне. В нижней части корпуса находится откидная крышка для загрузки кассеты Polaroid 600 Film. После закрывания крышки автоматически включается электрофривод и через щель в крышке извлекается защитная карточка кассеты от засветки. Фотоаппарат готов к съемке. В кассете находилась электрическая батарея для питания электропривода, фотовспышки и экспонометрического устройства. Тип оптической системы объектива и инструкции не оговаривался. Линзы пластмассовые, без просветления. Относительное отверстие F14,6. Фокусное расстояние 109 мм. Минимальное значение диафрагмы F45. Простейший однолинзовый объектив сфокусирован на гиперфокальное расстояние, обеспечивая глубину резкости от 1,2 м до бесконечности. Также предусмотрена возможность изменить этот диапазон до расстояния от 60 см до 1,2 м введением насадочной линзы рукояткой на передней панели камеры. Свет, пройдя через съемочные объектив, попадал на пентозеркало, которое переворачивало изображение. Видоискатель оптический, параллаксный. При выдвижении насадочной линзы в поле зрения видоискателя появляется рамка с видимым отвалом. Этот отвал при визировании наводится, например, на лесо человека, так, чтобы оно как бы заполняло собой. Этот визир в данном случае фокусировка для портретной съемки. После перемещения корпуса фото вспышки из транспортного положения в ее рабочие начинается ее зарядка. Окончание зарядки и готовность к работе аппарата обозначается постоянным горением светодиода зеленого цвета. До окончания зарядки фото вспышки электроника не позволяет сработать фотографическому затвору. Фотоаппараты Polaroid 636 Close-Up и Polaroid SuperColor 635CL – программные автоматы. Изменить сочетание выдержка диафрагмы невозможно. Имеется возможность экспокоррекции при помощи рукояти на передней панели фотоаппарата. Происходит диафрагмирование фоторезистора экспониметрического устройства. При этом вблизи поля зрения видоискателя появляется предупреждающий сигнал. После визирования происходит съемка с фото вспышкой или без нее. Для фотографирования без фото вспышки используется дополнительная спусковая кнопка, расположенная за основной. Немедленно после нажатия на спусковую кнопку съемки привод извлекает фотоснимок из камеры. При извлечении снимок проходит между валиками. Капсула с проявителем раздавливается. Сам проявитель как бы размазывается ровным слоем между листами и начинается процесс проявления. Свежий извлеченный снимок не рекомендуется подвергать действия яркого света в течение нескольких минут до полного окончания проявки. Также не рекомендуется пользоваться фотоаппаратами Polaroid при температуре окружающей среды ниже 13 градусов в избежание некачественной проявки. Автоматический счетчик кадров показывает оставшееся количество снимков. При приведении фото вспышки в транспортное состояние насадочная линза автоматически убирается с объектива. На фотоаппаратах Polaroid в стандартной комплектации имелся ремешок для переноски и синтетического материала. Автоспуск и штатное гнездо отсутствуют.